Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале Экзегет продолжаем читать книгу Иисуса Новина. Сегодня у нас предпоследняя, 23-я глава. 23-я и 24-я главы — своего рода эпилог, своего рода заключение всей книги. Войны окончены, святая земля, земля хананская, захвачена израильтянами. Правда, если мы будем читать следующую книгу, книгу Судей, мы увидим, что далеко все не так гладко, и далеко не вся она захвачена. Есть горы в этой земле, есть долины, частично что-то в руках у израильтян, частично остается во владении хананеев. О том, как непросто происходило дальше о владении землей, будет повествовать следующая книга. А вот в книге Иисуса Новина много глав в ней посвящено разделу всей земли. Насколько все эти топонимы, которые перечисляются, действительно оказались во владении израильтян, вопрос спорный. Может быть, мы здесь имеем дело с сакральной библейской географией. Реальные события здесь уходят в тень. Сакральная география, идеальная география представлены в своем географическом, таком сакральном аспекте. Таким образом, например, так считает Михаил Георгиевич Селезнев, современный библеист. У него есть статья даже на тему сакральной географии книги Иисуса Новина. Но вот раздел земли закончен. История с двумя с половиной за иорданскими коленами тоже. Мы ее прочли, страницу перелистнули. И вот у нас на очереди 23 глава, которая начинается так. «Спустя много времени после того, после чего? После войн, после захвата земли, после того, как ушли во своя си два с половиной за иорданских колена, вот после всего этого, по прошествии многих лет, Господь успокоил Израиля от всех врагов его со всех сторон. Иисус состарился, вошел в лета». Типичный для священного писания образ выражения — «состарился, вошел в лета». С курсивом, здесь на дальнем переводе написано слово «преклонные лета», образ Иисуса. И здесь и дальше описывается теми чертами, которыми описываются праведники. И много параллелей с Моисеем и с другими праведниками Ветхого Завета. Если вспомнить события, все описываемые в книге Иисуса Новина, то можно подсчитать примерно, что события в ней описываемые охватывают период 30, может быть, чуть больше лет. Но если вспомнить еще о том, что Иисус Новин сопровождал Моисея и весь народ во время странствования по пустыне, то Иисус действительно, Иегушуа бен Нун, действительно достиг уже преклонного возраста. И вот дальше звучит последняя речь, звучат Иисуса, предсмертные его речи, заповеди, завещания, которые дает Иисус. В этом тоже его сходство с его учителем великим, с вождем израильским, Моше Моисеем. Иисус, служитель Моисея, также наставляет перед смертью свой народ, и звучат его речи, обращенные ко всему израильскому народу, ко всем двенадцати коленам. «И призвал Иисус всех израильтян, старейшин их, начальников, судей их и надзирателей их, и сказал им, Я состарился, вошел в лета». Сто с лишним лет было уже в то время Иисусу. Здесь сказано «призвал всех сынов израилевых», всех израильтян. Но дальше перечисляются вожди, старейшины, судьи, старцы, то есть перечисляются представители колен, представители народа. То есть всех здесь следует понимать, видимо, в смысле представительства. Не все поголовно израильтяне собрались к Иисусу, а его представители, предводители израильского народа, политические и духовные, и военные вожди. «Вы видели все, что сделал Господь», продолжает речь Иисус, Ивушуа бен Нун, обращаясь к тем, кто собрался к нему послушать его предсмертную речь. «Все, что сделал Господь Бог ваш, пред лицом вашим со всеми сими народами, ибо Господь Бог ваш сам сражался за вас». Священная война, война Господня. Господь вел брани. А израильский народ, израильское полчища, израильская армия лишь выполняла волю Божью. Но верховным главнокомандующим был, конечно, не Иисус Новин, а сам Господь. Иисус Новин вел брани Господни. Это его и брани. «И сам Господь Бог за вас сражался», сказано. «Израильтяне, таким образом, здесь предстают свидетелями только что совершившихся событий». Комментаторы современные, в частности, Хосе Луиси Кредиас, испанский, отмечают, что читателей, вот этой главы 23, у читателей может возникнуть недоумение. С одной стороны, это те же самые воины, которые видели падение Ерихона, чудесное. Видели, как действительно сам Господь сражался, и даже камни летели с неба от Господа на врагов Израиля. О том, как чудесным образом были завоеваны самые крепости великие, построенные чуть не до небес. О том, как все бежали, и один израильтянин прогонял тьму своих врагов. И вся земля покорилась израильтянам. Они были всему этому свидетелями. Но дальше, вот из дальнейшей речи, мы узнаем, что одно и то же поколение, ну или, может быть, дети этих людей, уже будут отступниками. И дальше будет звучать пророчество Иисуса Новина о том, что Израиль отступит от Господа и не сохранит верности Ему, и будет поклоняться другим богам, хананейским божествам. Как же быть свидетелем великих чудес Господних? И в то же время поклоняться другим богам. Но если мы вспомним историю странства не по пустыне, бесконечный ропот, бесконечное колебание израильского народа между верностью Богу и служением Золотому Тельцу и прочим разным преступлениям, грех Баалфигора, Баалпиора и другие, все, что описывается в пяти книжах Моисеевым, то удивление пропадает. То есть в каком-то смысле вот эта вся история и речи Иисуса Новина во многом и по тону, и по характеру, и по стилю, похожая на предсмертные речи Моисея в книге Второзакония, говорит об этом параллелизме, о том, что мы имеем дело с дефтерономической историей, историографией дефтерономиста, то есть написаны книги эти Иисуса Новина, судей и другие в свете того учения, того богословия, которое отражено в книге Второзакония, книге Дефтерономиум, то такому поведению народа мы перестаем удивляться, если все эти события времен странствования по пустыне, как они описываются в книге Исход, в книге Чисел, если мы все это вспомним, и как они анализируются в книге Второзакония. Дальше говорит Иисус Новин, 4 стих. «Вот я разделил вам по жребию оставшиеся народы сии в удел коленом вашим, все народы, которые я истребил, от Иордана до Великого моря, на запад солнца. Господь Бог ваш сам прогонит их от вас и истребит их пред вами». То есть в первом стихе говорилось, «Господь успокоил Израиля от всех врагов его». А здесь говорится о том, что Господь еще и истребит, и прогонит, и они получат в наследие землю, как говорил Господь Бог ваш. То есть какая-то двойственность. С одной стороны, вся земля покорена израильтянам, с другой стороны, нет, не вся, остаются еще враги. И мы увидим это в книге Судей, как не просто складывалась судьба овладения этой землей израильскими коленами. «Господь Бог ваш сам прогонит их и истребит их пред вами, что вы получили во владении». Дальше шестой стих. «Посему во всей точности старайтесь хранить и исполнять все написанное в книге закона Моисеева. Не уклоняйтесь от него ни направо, ни налево». Сефар Турат Моше, книга закона Моисеева. Вот это в точности выражение повторяется в Священном Писании еще дважды, и оба раза в книге Нехемии. Сефар Турат Моше, книга закона Моисеева. Вот эти три слова в этой же самой последовательности точно повторяются дважды в книге Нехемии, в книге Немии. Успех Израиля зависит, согласно книге Иисуса Новина, согласно его предсмертной речи, от верности Моисееву закону. Если Израиль исполняет Моисеев закон, завет, верен завету, заключенному с Богом на Синае, тогда он будет иметь успех. Господь будет сам за него сражаться, все враги будут покорены, вся земля будет захвачена. Израиль должен был в этом убедиться, на примере тех событий, которые происходили после форсирования Иордана и захвата Ерихона, и дальше, и звучат те же самые обетования, те же самые предостережения. Будете исполнять Моисеев закон, хранить его, исполнять, будете иметь успех. Не будете, то очень скоро лишитесь этой земли. В этой речи будет повторяться то, что когда-то сказал Моисей перед своей смертью. Не сообщайтесь сими народами, хананскими народами, которые остались между вами. Не воспоминайте имени богов их, не клянитесь и не служите им, и не поклоняйтесь им. Не только нельзя служить ложным, чуждым хананским божествам, поклоняться им, но даже имени их произносить нельзя. И даже не вспоминать имена этих богов. Ваала, Анат, Иштар и прочие все божества, которым поклонялись хананьяне. Вместо этого надо что? Прилепиться к Господу. Но прилепитесь к Господу Богу вашему, как вы делали до сего дня. У читателя создается впечатление, что вот при жизни Иисуса Новина все было хорошо. Весь народ верен Богу и имеет великий успех. Как только Иисус Новин умирает, народ тут же отступает от Бога, поклоняется хананейским божествам, нарушает завет. Сефер Турат Маше отодвигает сторону Туру Моисееву. И начинаются его бедствия. Он начинает терпеть неудачу и в конце концов пройдет несколько поколений, много поколений. Народ таким образом и из-за этого и земли своей лишится. Собственно, в этом заключена вся магистральная линия дефтерономической истории. То есть той истории, которая отражена в книгах Иисуса Новина, Ихошуа бен Нун, в книге Шофтим, книге Судей, в первой и второй книге Шмуэля и первой и второй книге Млахим, то есть первой и четвертой книги Царств. То, что называют в современной литературе, называется дефтерономической историей или дефтерономической историографией, написанной в свете учения книги Второзакония. Народ получает землю, сбываются обетования, данные Аврааму. Народ получает землю в свое владение. Иисус Новин, книга Иисуса Новина таким образом завершает всю историю правоцов-патриархов. В ней мы читаем об исполнении тех обетований, которые Господь дал Аврааму, Исааку и Иакову, земля во владении Израиля. И без книги Иисуса Новина пятикнижий Моисеева казалось бы незавершенным. А если бы было только пятикнижий, и все, как у самарян, только пятикнижий, то тогда можно было бы задать вопрос, а где же исполнение тех обещаний, тех обетований, которые Всевышний дал Аврааму Исааку и Иакову, землю эту дам во владение тебе, потомство твое будет этой землей владеть. Вот книги Иисуса Новина, это все сбывается. Все это сбывается. Ну, а завершается дефтерономическая история потери этой земли вавилонским пленом. Заключительные главы четвертой книги царств по нашей номенклатуре или книге Малахим Бет по Танаху. Так вот, продолжаем читать речь, предсмертную речь Ихушуа Беннуна и Иисуса Новина. Господь прогнал от вас народы великие и сильные, и пред вами никто не устоял до сего дня. Один из вас прогоняет тысячу, ибо Господь Бог ваш сам сражается за вас, как говорил вам. Вот когда Израиль исполняет закон, когда он послушен своему Богу, тогда один израильтянин прогоняет тысячу врагов. Вспомним события гражданской войны в России. Один белый офицер мог прогнать целый взвод красных воинов. Вот нечто подобное было только в еще более грандиозном масштабе. Один прогонял не десяток, как во время гражданской войны, белый русский рыцарь, офицер прогонял десять большевиков, спокойно побеждал их. Здесь тысяча. Может, кто-то скажет, это преувеличение, гипербола. Да, но очевиден был, явен и ясен и моральный, и военный перевес, который был на стороне израильтян. И они побеждали хананеев. Вот когда народ перестанет после смерти Иисуса Новина исполнять божественную Тору, когда перестанет хранить верность Завету и отодвинет в сторону Сефер Тора от Маше, книгу закона Моисеева, тогда будет все наоборот. Тогда один израильский враг будет прогонять тысячу израильтян. Господь не будет уже сражаться на стороне своего народа. Таковы условия Завета, озвученного Моисеем. Посему всячески старайтесь любить Господа Бога вашего. Любить на библейском языке это не какие-то там чувства, не какая-то мистика. Любить — это значит быть верным. Вот как жена говорит я мужу своему, я тебя люблю. А на самом деле отъехал он куда-то в командировку, она общается с другими мужчинами. Ну что ж это за любовь? Это измена. И понятно, что здесь никакой любви быть не может в такой ситуации. Вот так же и здесь супружеская метафора часто будет использоваться пророками Израиля. Когда будут говорить об измене, об идолопоклонстве как в духовном блуде, Израиль представляется неверной женой, а Господь представляется ее верным и оскорбленным до глубины души мужем, ревнующим жену свою, которая изменяет ему, истинному Богу, истинному супругу Израиля, изменяет с идолами, занимаясь идолопоклонством. Любовниками они называются, эти идолы. У Осии, например, пророка. «Всячески старайтесь любить Господа Бога вашего», то есть быть верными. Быть верными тому брачному, говоря метафорически, договору с ним, который отражается в завете, заключенном на Синае. Любить — это значит быть верным. Практически хранить эту верность Господу Богу. Как жена верна мужу, иначе она не может оставаться женой, так и Израиль должен быть верен своему Господу полностью, до конца, всецело, и только Ему. И не делить эту любовь Господу с идолами. Идолов надо ненавидеть, а Господа Бога вашего любить сказано. «Если же вы отвратитесь и пристанете к оставшимся из народа всех, к хананейским народам, которые остались между вами, и вступите в родство с ними, и будете ходить к ним, ими они к вам, то знайте, что Господь Бог ваш не будет уже прогонять от вас народы сии, но они будут для вас петлею и сетью, бичом для ребр ваших и терном для глаз ваших, доколе не будете истреблены с сей доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш». Так это и будет. Узнаем мы из повествования дальнейших исторических книг Веткого Завета, книг Судей и Царств, которые следуют за книгой Иисуса Новина. Продолжает Иисус свою речь, 14 стих, «Вот я ныне отхожу в путь всей земли». Идти в путь всей земли, отправляться в путь всей земли это образное поэтическое выражение смерти, такое же, как приложиться к отцам, например. «А вы знаете всем сердцем вашим и всею душою вашою, что не осталось тщетным ни одно слово из всех добрых слов, которые говорил о вас Господь Бог ваш. Все сбылось для вас, ни одно слово не осталось неисполнившимся». Господь верен, Он любит свой народ, а вот Израиль не всегда оказывается верен своему Богу и не всегда любит Господа Бога своего. Господь исполняет свое слово, исполняет условия договора и отдает лучшую из земель, землю обетованную, текущую молоком и медом, отдает потомкам Авраама, Исаака и Якова. А Израиль оказывается недостоин этого подарка, недостоин этой земли. Иисус напоминает о том, что Господь верен, Он исполнил свое слово. Все сбылось. Все то, что обещал Господь Аврааму, Исааку, Якову, Моисею, все это свершилось. И современники Иисуса, они этому свидетели. «Но как сбылось над вами всякое доброе слово, которое говорил вам Господь Бог ваш, так Господь исполнит над вами всякое злое слово, доколе не истребит вас с этой доброй земли, которую дал вам Господь Бог ваш». Здесь звучит это грозное пророчество, это предупреждение, что Израиль, если он будет вести себя как хананеи на земле святой, он окажется недостойным этой земли. И как Господь прогнал хананеев от израильтян, так Господь прогонит и израильтян с этой земли, с этой доброй земли, она названа доброй, то ва, избылось доброе слово, избудется злое слово Господа. Слово Господне никогда не остается неисполненным. Господь, если что-то изрекает, Он это и исполняет. О каких проклятиях здесь идет речь? О каких благословениях? Доброе слово, злое слово. В заключительных главах книги Левит, а также в заключительных главах, почти заключительных главах книги Второзакония, мы видим множество благословений и проклятий. Благословен будет Израиль, если будет соблюдать верность Господу, любить его, не будет заниматься идолопоклонством, и в Израиле и будет исполнять все условия союза, договора с Господом, заключенного на Синае. Тогда будет испытывать великие благословения, которыми Господь его благословит. Изобильная, мирная жизнь будет у него на этой земле, текущей молоком и медом. Но если нарушит, сказано в проклятиях, звучащих в книге Левит и Второзаконии, на которые здесь, очевидно, содержится отсылка, тогда будет терпеть бедствие. земля не будет давать ему урожая, небо не будет посылать дождь, враги будут одолевать, дикие звери, шершни, о которых дальше мы будем читать в следующей, 24 главе. Эти шершни, которые нападали на врагов Израиля, будут преследовать самих израильтян. В общем, все это постигнет израильтян в случае неверности Господу Богу. Читаю заключительный 16 стих книги Иисуса Новина. Если вы приступите к завет Господа Бога вашего, который Он поставил с вами, и пойдете, и будете служить другим Богам, и поклоняться им, то возгорится на вас гнев Господень, и скоро сгибнете с этой доброй земли, которую дал вам Господь. Вновь звучит предупреждение. Израиль должен хранить верность и любовь к своему Господу. А в заключении, друзья, хотел бы прочитать коротенький отрывок из Оригена, из его книги «Увещание к мученичеству», переведенный, кстати, на русский язык в XIX веке. Вот как комментирует Ориген предсмертные слова Иисуса Новина. Вообще все слова, которые содержатся и в 23, и в 24 главах, Ориген, в частности, говорит, «О чем Иисус говорил народу, когда вводил их во владение обетованной землею, о том же самом Писании и поныне говорит, конечно, и нам». То есть мы, христиане, должны тоже любить Бога всем сердцем, всею крепостью, всею душою. И если мы будем Его любить, будем Ему верны, тогда будут благословения Божьи на нас. Если же мы отступим и будем поклоняться вместо Бога кому-то или чему-то, тогда никаких благословений Божьих на нас не будет, а будет на нас проклятие Божье. Много раз в истории христианства случались такие метаморфозы. Искренние, преданные Богу христиане, ревностные, вдруг становились врагами Божьими. Многие священники во Франции, например, в XVIII веке, во время Французской революции, становились яростными атеистами. В истории России нельзя не вспомнить события гражданской войны, красного террора, когда истово молившийся Богу до революции крестьянин и пролетарий после революции вдруг также истово принимался разрушать храмы, рубить иконы, сжигать Евангелие. Бог, давший человеку свободу, не препятствует ему на собственном опыте почувствовать трагедию богоотступничества, гибельность, идолопоклонство и атеизма. Бог дал нам эту свободу и как мы с ней справимся зависит от нас. Будем ли мы как поколение Иисуса Новина хранить Богу верность, служить Ему, вести духовную брань с врагами Божьими, которые, как говорит Павел, впрочем, не плоти кровь, о духе злобы поднебесной. Или же мы будем оставлять Бога, не будем Ему верны, как поколение, которое пришло на смену поколению Иисуса Новина. О чем мы будем читать в дальнейших книгах диавтрономической истории, в книге Судей, в книге Самуила, в книге Царей. Так заканчивается 23 глава книги Иисуса Новина и заканчивается первая его предсмертная речь. В 24 главе, заключительной главе книги, мы прочтем следующую, вторую и заключительную уже предсмертную речь Иисуса Новина. Запись делается для библейского портала Экзегет. Иисуса Новина. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...